Я не буду вас записывать лично, просто, чтобы наш разговор был. Посмотрите, у нас в стране официально существует только одна валюта, 643 по рублю, правильно? И у нас эти деньги, которые у нас входят, неважно там, что они, но они тоже нам дали единственное, что у нас есть, это и вас касается, 643-й год, правильно? Все счета нам выставляются по 810-й годам. То есть я хочу, я написала заявление, так это я другое. Я хочу заплатить по коду вот этих денег, чтобы конвертировали мне валюту 810. Вот и все, что я хочу на оплату ЖКХ. Могу я это сделать? Но у нас принимается код 810, единственное, для точного разъяснения и официальное получение ответа от банка, я могу вас понять. А 810 в ход? У меня нет этих денег. Я понимаю, давайте я зарегистрировала. Тогда бы у меня были 50 тысяч, понимаете, 810. Я не могу вам эти деньги дать, у меня их просто нет. Обращение давайте зарегистрировали. Давайте, вы можете напечатать быстро его, чтобы я это... Нет, вы будете прописать сама. Ну, давайте, давай. А, все, поняла, хорошо. Главное, Центробанк, говорят мне, девочки, работает по 643-му, а мы работаем по 810-му. Ну, как такое может быть? Значит, Сбербанк нарушает все законы? Сбербанк не нарушает, работают все банки по данному коду. Но у нас деньги только 643-й код есть. Но 810-й был отменен в 98-м году, почему вы только в этом... А это, знаете, это информация, банк нас не ввести. Это не ко мне вопрос. Ну, банк вам предоставит официальный ответ. Вот я как узнала, так и пришла, понимаете? Что за вопросы у вас? Извините меня, конечно. Банк предоставит вам официальный ответ, и, соответственно, по официальному ответу вы уже проведете оплату. На данный момент принимается оплата по 810-му. У меня нет этих денег. Я вас прекрасно понимаю, но вот банк предоставит вам ответ. Значит, я не смогу оплатить по ЖКХ по этому коду. У меня нет этих денег. У меня могут быть проблемы из-за этого, потому что надо оплатить ЖКХ вовремя, чтобы меня в суд не пригласили и прочее. У меня есть еще одно заявление, я вам тоже его покажу. Хорошо? Это, наверное, к вам тоже. Ну, давайте, может, я его покажу. Да, обязательно. Значит, я... Это заявление на предоставление информации. Мой лицевой счет такой-то прикреплен к расчетному счету управляющей компании. Реквизиты компании даю. Прошу предоставить мне выписку по моему лицевому счету, по движению средств на нем с 2012 года по 2017. О готовности выписки прошу сообщить по телефону. Вот такая вот. Я от руки, давайте, не будем. Просто откосер-копируйте, может быть? А здесь именно по лицевому счету как? Прикрепленному к расчетному счету компании. Это моя личная информация, которую я имею право знать. Нет, подождите. Прикрепленный... У нас счета клиентов не прикрепляются к расчетному счету организации. У меня, посмотрите, вот мне выставляют по этому платежку, и вот мой расчетный счет. Вот он. Это счет компании? Да. Вот. Я хочу увидеть движение средств по этому счету. Это мой личный счет, я имею право... Это в организации вы можете заказывать? Нет, это в банке заказать надо. В банке вы можете заказать выписку по карте, по счету? Нет. Люди заказывали, я знаю, совершенно точно. Именно по этому счету, который выставляет управляющая компания ЖКХ. Но счет, он ведется где? В организации? Он ведется в организации, но у вас тоже данные есть по этому счету. Ну как это нет? Когда людям давали справки именно по этому движению, по этому счету, именно в банке. Именно в Сбербанке давали. Ну, я зарегистрирую? Конечно, да. А там уже да. Зарегистрируйтесь, пожалуйста. У вас есть копию снятия, второе экземплярное? И заодно вот эту квитанцию, пожалуйста, тоже хорошо. Чтобы вы видели, что я не ошиблась там с... Я же... У меня принтер сейчас не работает. То есть, получается, гражданин, человек не может не иметь возможности заплатить нынешними деньгами по счетам. Моя память доступна. А я... Да, да, хорошо. Так, это что? Так. Девушка, я здесь... Вот здесь написано «Обращение физического лица». Я отказываюсь от формулировки физического лица. Я это зачеркну. Потому что я человек и гражданин. Это вы так считаете. А я считаю себя человеком. Вот здесь написано «Обращение физического лица», «Обращение физического лица», «Обращение физического лица». Скажите, пожалуйста, можно я еще так... Ваши данные... Просто не видно у вас на обидчике, с кем я общаюсь? Я любую зовут. А фамилия? Елисейва. Елисейва, да? Хорошо. Сервис-музел. Сервис, да? Да. Ну, просто положено знать. Ответ-то будет не от вас, конечно, давайте все снимаем. Нет, ответ вам будет в банк, который доставляет. Я говорю только регистрацию. Так, а паспорт можно нету? Просто висеть. Никак не запомню все эти. Так. Предоставление ответа у вас будет в отделении банков, чтобы письменно получить. По телефону, пожалуйста, можно? По телефону. Если ты не позвонишь, то вы слышите короткий. Лучше... Да, согласен. Телефон по 7-4 цифры вашим. Так. 8-345. Да? Правильно? Соответствует? Угу. Да. Ну... ... ... ... ... ... ... Скажите, это вам руководство сказало, что только с этой валютой работают теперь банки, да? Нам никто не говорил. Банк работает именно с этой валютой. 810. Возможно, он... У нас в стране нет этой валюты. У нас только 643. Ну, вот банк вам предоставит ответ. Хорошо. Так, описание обращения. По основанию он работает. Написывайте, что конкретно точно вы хотите получить. Да, я пришла. Чтобы оплатить по квитанции. Копию. Да, я сейчас напишу. Копия прилагается. Я хотела до конца года оплатить ему. Но счет выставлен. Выставлен. 800 и сетям кодем. За какой период выставлен? За какого? Ну, с января 2012 года по 17-й включительно, по декабрь. до этого года, да? Да, включительно. Так, я здесь не буду пока буквенное обозначение писать, как бы, чтобы не запутываться. Просто по коду. Они действительно... 643 официальный код и заплатить не смогла. сетям кодем. Работает только с валютой 810 года. Настя, сними очередь. Так, перечислить информацию, предоставить информацию. Так. Мне не хватает. Давайте я внизу буду писать, мне не хватает. Можете здесь написать приложение 1 и с обратной стороны прописать приложение 1. 1. Приложение 2. Как всегда, печатай, печатай, пиши коперек. Понятно. Так, прошу. Так, сейчас я звоню своей подруге. Уже все заполнили, да? Я вас немножко задержу. Нет, мы в работе. Ленуся, привет. Я в банке. Здесь такая ситуация. Можешь говорить? Вот смотри, деньги у меня не приняли. И Сбербанк заявил, что они работают только с 810 кодом. 810 код у нас, сама понимаешь, незаконен. И я сейчас вот написала, может быть, ты мне что посоветуешь, потому что просить просто тупой ответ дать, мне как бы... Да, я зачеркнула обращение физического лица, написала человека-гражданина, как, в принципе, уже люди начинают просыпаться. Вот, я написала, я пришла оплатить по квитанции, но счет выставлен по коду валют в 810 коде. Деньги, которые я имею, принадлежат к 643 коду. И заплатить не смогла. Сотрудник сказал, что Сбербанк работает только с валютой 810 кода. Получается, что я не имею возможности платить имеющиеся деньгами. Вообще за все посчитал, правильно? Вот здесь я тебе звоню, чтобы правильно написать, что прошу. Ты сейчас как бы это... Спасибо большое. Здесь у меня обращение. Обращение. По поводу... Вот я обратилась к банку, он меня не принимает деньги. Тогда я написала, прошу дать ответ, по какой причине, правильно? Ну, пусть официально дадут, понимаешь? Что мне написать? Так... Да... Ну, понятно, да. И что, какое у меня... Я же должна резюме поставить, что я прошу? Ну, они же мне должны дать ответ на вопрос. Здесь у меня ответа нет. Я констатирую. Ну, так... Ну, так... Это сейчас... Так... Ну, в принципе, они должны... Понимаешь, что они должны дать ответ еще? По какой причине они... Ну, это фактически сродни акту, когда подписывают, что отказываются принимать. Понимаешь? Сродни. То есть, правильно? Или... Ну, извините, Любовь, а мы можем составить акт о том, что банк не принял? Нет. Что нет? Почему нет? Ну, акт не составляется. Если у клиента... То есть, по отказу, да, вот... Вам отказали по такой-то причине... Ты слушаешь, да? Вот, вам отказали по такой-то причине. У вас есть какие-то вопросы, регистрируются претензии. У нас актов таких нет. А почему это называется не претензией, а обращением? Ну, это обращение. Вы обращаетесь. Вам будет присвоен входящий номер. Слушай, вам кажется, что это так все легко? Как назвали, так и назвали. Есть совершенно разные помятия. Есть официальный бланк, он регистрируется. Ну, да, да, значит, претензия должна быть. Ну, это обращение, понимаете? Вы понимаете, что... Вот вы назвали так. Ну, 810-й год. У нас деньги такие. Ну, обращение, ну, это, ну, то. Не вникайте типа того, понимаете? А разница колоссальная. Физическое лицо, человек-гражданин. Очень большая разница. Мы совершенно с разными правами тогда. И вас это тоже касается, между прочим. Вот. Значит, Леносин, ты можешь что-то еще подсказать? Нет? Ну, я, в принципе, могу тебя оставить, если ты на связи. Я даю, но меня отправляют в ЖКХ по этой выписке. Что типа к ЖКХ я должна обращаться. Там, что ли, за счет у вас в ЖКХ? Сейчас, Леночка, здесь вот, чтобы тебя, Любовь, слышала. Что ты говоришь? ЖКХ не финансовая организация, они... Банк дает выписки. Банк дает выписки. Вот здесь тогда по данному лицевому счету, так как у организации открыт... Слышишь, говорит здесь, Любовь, говорит? О, у организации открыт счет в Сбербанке, так как организация, когда открывает свое предприятие, да, то есть и сотрудничает, они сотрудничают с банком. Данная организация сотрудничает с Сбербанком. Есть Сбербанки, которые работают с фирмц-лицами, есть Сбербанки, которые работают с юрлицами, то бишь с организациями. Вот, возможно, данные отделения вам предоставят такие. А вы можете сказать, что это за отделение? Где оно находится? Ново-Вокзальный 130, революционная Гагарина. Сейчас, минутку. Революционная Гагарина. Потому что у нас счета именно физических лиц. Так, сейчас, адрес какая? Ново-Вокзальный 130, революционная Гагарина. Гагарина, революционная, это точно звучит у нас. 130, да? Правильно? В вокзальной 130. Ага, Леночка, скорее всего так. Так и есть. Леночка, я отключаюсь потом. Да? Сюда, вот так. И вот так, как счет ведется именно... Я отключаюсь сейчас.